Александра Гуляева по праву можно назвать одним из героев проекта «Бегом по золотому кольцу». Парень пробежал полумарафон по всем трассам, и для него это было не просто спортивное событие. Атлет признался, долгое время он жил в Москве, но после забега в Ярославле, не раздумывая, поменял столичный колорит на волжские пейзажи. В городе Тутаев, где на каждом круге есть очень тяжелый подъем, эту горочку еще назвали «Черная гора», которая, наверное, запомнилась всем участникам. Потому что, действительно, после нее еще километр ты очухиваешься просто. Впервые в этом году этап полумарафона встретили жители Костромы. Трасса пролегала по историческому центру. Сейчас задумываемся о том, чтобы сделать некий призовой фонд для того, чтобы привлечь более серьезных спортсменов в город. Потому что понимаем, что после этого события, так скажем, очень много тех, кто бежал, в последующем приехали с семьями, с детьми, потому что очень понравился город. В общей сложности люди преодолели 186 тысяч километров ускорений, падений и подъемов. 18 тысяч участников из России из 15 изрубежных стран. Самому маленькому участнику 4 года, самому старшему уже за 80. Одним из организаторов этого масштабного мероприятия стало правительство Ярославской области. Уже не раз говорил, что марафоны – это тот вид спорта, который является очень демократичным. Каждый может заниматься именно бегом и попробовать свои силы на разные дистанции. Впервые в этом году на старт вышли дети от 4 лет и люди с ограниченными физическими возможностями. Каждый этап стал не просто забегом, а культурным событием в жизни каждого города. Сотни волонтеров, аниматоры, фотографы и ведущие превратили старты в настоящий праздник. Но уже в следующем году они будут еще ярче. Я могу сказать, что Ярославль будет два дня. Мы будем делать фестиваль, потому что возможности именно географии и места проведения Ярославля, они уникальны. Ни один из участников не остался без награды. В миллениуме чествовали правоохранители, членов районных администраций и других организаторов. Без них бы проект просто не состоялся. Телеканал «Первый Ярославский» стал главным информационным партнером полумарафона, за что был отмечен благодарственным письмом. Павел Волков, Денис Лосев, День события.